Добрый вечер. Плюсики, я вижу море ваших плюсиков. 19.40, это было только что. Всё, у меня получилось. Ура! Вы знаете, для меня каждый раз вебинарная комната – это какой-то невероятный, неповторимый стресс, потому что обычно я всегда вела прямой эфир или просто там выступала, а тут целая эпопея. Ну ничего, буду учиться, что в первый раз сначала сложно, потом привыкаешь. Сейчас мы ещё немножечко подождём. Я вижу, что некоторые уже вышли из комнаты, потому что, наверное, заскучали. Ничего, сейчас добавятся всё. Сегодня мы с вами будем говорить про очень интересную тему. Я долго собирала эту информацию. Собрала её, как скажу, эгоистично для себя. В своё время я прошла определённый путь, и мне хотелось быть энергичной, весёлой и общительной девочкой, а я такой не была. Много рассказывать я не буду, думаю, это неинтересно. Вы прекрасно знаете, кто я и чем я занимаюсь. Если будут какие-то вопросы, обязательно мне их пишите, чтобы сейчас не отвлекаться, не уходить от того огромного объёма информации, которые я хочу для вас дать. Я вас уже попрошу, просто пишите ваши комментарии или вопросы, я обязательно на всё отвечу. Я, конечно, планировала сделать этот двухдневный интенсив, абсолютно бесплатный двухдневный интенсив, на котором я хочу вам рассказать, как быть энергичными, как фонтанировать энергией, как вот просто, ну, я не знаю, просыпаться каждое утро и понимать, что ты просто солнышко. У меня очень много информации, я до сих пор это изучаю, это прям то, что мне хочется делать. Иногда, мне кажется, даже что-то самое главное для меня, мне прям так это нравится изучать, причём я это изучаю с точки зрения химии, биохимии, непосредственно самой медицины, и вообще там всех практик, и Востока, и каких-то древних племенов. Я всё это собираю, собираю по крупицам, и я реально понимаю одно, что, в общем-то, что медицина, что древние писания, они все говорили об одном. И это вот тот самый волшебный, я не знаю, источник, к которому мы все идём, к которому мы хотим всё найти, который нам позволит жить на полную мощность. Потому что вчера я... Ой, мне кажется, я пропадаю. Я не пропала? Нормально всё? Вчера я залила очень простое тестирование в Инстаграме, и после которого я, в принципе, поняла, насколько актуальна эта проблема. Недавно вы мне ещё дали огромную ратную связь, где тоже показали, что «Лиза, как это исправить? Как это исправить?» Поверьте, апатия, прокрастинация, отсутствие мотивации. Лень! Это всё... Это всё следствие. Это всё следствие тех процессов, которые произошли с вами, с вашим психическим сознанием, с вашим состоянием организма, из-за которого вы впали в эти состояния. А мы и так стесняемся лени. Мы и так стесняемся отсутствия мотивации. Мы говорим, слушай, ну что я такая там ленивая? О, ну я не буду это делать. Что ж я такая ленивая? Там соберись тряпка. А на самом деле это всё внутри нас, это всё наше биохимия, это всё наше сознание, и мы его можем изменить. Как видите, у меня уже садится голос. Ну и ладно, я ставлю себе задачу сегодня сделать вебинар максимально для вас полезный и интересный. И даже если у меня завтра сядет голос, ну и ладно, именно поэтому он однодневный. Я не приношу свои извинения, если сначала вам сделать два дня, а у меня получился один день. Поэтому если у вас останутся вопросы, пожалуйста, пишите мне здесь, в Телеграме, в Инстаграме, я обязательно на всё отвечу. Итак, давайте я напомню, какое у нас было вчера тестирование. Если вы помните, вчера я задала несколько вопросов. И, как я сказала, если у вас больше трёх, то нам пора что-то менять. Итак, давайте сейчас вместе посчитаем. Просто, пожалуйста, ну, включайтесь, мне очень важна ваша обратная связь. Благодаря тому, что вы будете сейчас мне помогать в чате, давать какие-то ответы, включаться, я буду ещё больше заряжаться, больше смогу вам дать. Знаете, такой взаимный энергообмен. Итак, давайте посчитаем, сколько у нас плюсов. Первое. Сложно просыпаться по утрам. У кого это? Постоянно хочется кофе. Вы пьёте больше, там, одной кружки в день. И кофе – это ваш любимый напиток. Или вы пьёте, там, ещё какой-то тонизирующий напиток. Дальше. Это второй плюсик, если он есть. Дальше. Тянет к сладкому. Вы знаете, как попробуете сделать? Поставьте сейчас у меня здесь в линейке отправить плюсики, но пока не отправляйте. Просто если у вас это состояние есть, вы просто ставьте плюсик. А так у нас получается по одному и просто будет много. А так вы мне в линейку пришлёте, сколько у вас всего плюсиков. Давайте ещё раз. Первое. Сложно просыпаться по утрам. У кого это? Второе. Постоянно хочется кофе. Кто с этим сталкивается? Дальше. Тяга к сладкому. Вам хочется ли сладкого или хлебобулочных? Далее. Во второй половине дня, после 16 часов, вы уже хотите просто полежать. Вам хочется в Европу на сиесту. Ну, не в Европу, вы понимаете о чём. Дальше. Ближе к вечеру вы уже не хотите двигаться. Хочется домой, на диванчик, отдохнуть. Не трогайте меня, пожалуйста. У кого такой плюсик? Добавляем. Ещё такой интересный плюс. К вечеру вам хочется кушать. Ещё такой вопрос. Во время дня у вас постоянные перекусы. То есть вы проходите мимо еды, у постоянных хочется есть-есть. Есть такое? И ещё. У вас есть проблемы со сном. Например, вы плохо засыпаетесь, плохо просыпаетесь или ночью вы встаёте в туалет, кстати. Это является не нормой, кто не знал. И крайнее, крайнее, это на самом деле тот плюсик, который могу заявить даже я. Это, кстати, мой единственный пока что плюс. Это я провожу на улице меньше двух часов. Итак, давайте. Мне очень интересно, вы знаете, как бы это сколько у вас плюсов? Я вижу, что плюсиков больше трёх. Я вижу, что их много. Да, да. Это так. Если мы посмотрим на своих близких, на своих родных, на свою семью, на своих детей, к сожалению, этих плюсов так же много у всех. Вот это вот всё выбросить. Это всё выбросить. Это всё нужно убрать. Я вот пока буду бороться с самым последним своим плюсом, но с ним тоже поборюсь. Да, я вижу, что тема такая. Алёнушка, привет, моя любимая Алёна. Всем привет. Всех вижу, всех знакомых, все очень приятно вас видеть. Всех благодарю, что я здесь буду прячать и кашлять. Ну и ладно. Итак, что же нами управляет? Что же управляет наша жизнь? Вы знаете, здесь мнения людей разделились. Кто-то говорит, что наша жизнь управляет генетика. Например, все биохакеры, учёные из самых глубинных современных профессий, они говорят, нами управляет генетика. А вот и нет. Кто-то говорит, нами управляет психология, сознание, подсознание, наш рептильный мозг. Нужно его хакнуть, переделать. И слова нет. Нам не управляет это всё. А это всё называется эпигенетика. То есть, я сейчас чуть-чуть попытаюсь вам объяснить такие глобальные смыслы медицины, биохакинга, психологии, хотя я не раз не психолог, но очень глубоко это изучаю, но тем не менее, чтобы раз иногда было понятно, как только вы понимаете, я всегда говорю, если ты понимаешь, что ты делаешь, то тебе это проще делать. Знаете, как в школе было, можно научить правильно, а можно его понять. Вот моя задача на этом вебинаре вам объяснить, на этом интенсиве, вам объяснить, чтобы вы поняли, что нужно делать. Поэтому я немножечко дам вам теории, немножечко дам вам таких биологических, медицинских знаний, но простым языком вы поймёте, что происходит. А как только вы поймёте правила, вам не нужно будет это как мантру писать себе на телефоне, там где-то, не знаю, на флипчартах, на холодильнике, вы просто будете идти с этим пониманием и соответствовать этому. Ну, так вот, что такое генетика, что такое эпигенетика? Вернёмся. Смотрите, генетика – это то, что нам дала природа. Вот мы с вами родились с набором определённой информации. Например, у моей бабушки, это я сейчас говорю про себя, есть поломанный ген. У нас в наследственности сахарный диабет второго типа. У меня этот ген есть. Какова вероятность, что я буду болеть этим заболеванием? 20%. То есть я сейчас говорю на примере. Так у каждого, у каждого свой ген. И плюс, и минус. То есть там и плюсы, и минусы этих генов. То есть 20% за вашу жизнь берёт ответственность ваша генетика. Есть такая классная пословица. У осины не родятся апельсины. То есть 20% генетика. А вот вероятность, проявленность этого гена – это 80%. Это эпигенетика. Это что? Это ваш образ жизни, ваш образ мышления, социум, в котором вы находите, экология. Это всё, что нас окружает. То есть мы появились на этот свет, это 20%. Это генетика. У нас есть предрасположенность. Почему так популярны генетические тесты? Но это не ключ. Генетические тесты, эти супердорогие тесты, это не ключ, но они очень важны. Нужно знать, какой у тебя исходник, понимаете? Чтобы не вляпаться никуда, то есть чтобы понимать, что с тобой может быть. То есть это всё лишь 20%. А 80% – это мы. И именно на 80% мы с вами можем влиять. Именно вот это я хочу вам объяснить. Что такое 80%? То есть вы понимаете, что это экология, это сон, это образ мышления, это то, что мы едим, это то, как мы двигаемся, наша активность, наш мозг, наше тело. Это то, как мы взаимодействуем с социумом. То есть и за это всё мы ответственны. Я недавно была на вебинаре очень классного коуча, в котором главной нитью, главной мыслью была самая главная фраза. Что такое фундамент нашей жизни? Что такое счастье? Что такое возможность двигаться? Вот она задавала эти вопросы, нагнетала, нагнетала, нагнетала. И был ответ. Ответ в том, что главный ключ к счастью это ответственность. Ответственность за себя, за свою жизнь, за свою энергичность. И важно понять, что мы с вами ответственны за то, что с нами происходит. Мы учтем об этом. То есть мы ответственны за свою энергию, за своё здоровье, за своё невероятно классное настроение. Окей, кашли, окей, я готова, я ответственна. Я ответственна. Что делать? Что же дальше? Мы все хотим рецепт волшебного супчика. Нам всем нужно, что нам сделать? Дайте по пунктам. Да, обещаю. В конце этого вебинара я подготовила для вас прям реально 10 пунктов, что нам сделать, чтобы уже завтра, с автрашнего дня наша жизнь ежедневно изменялась, чтобы с завтрашнего дня мы просто трансформировались, мы изменялись. Потому что этот путь, он, конечно, займёт не один день, не два, я вам даже могу чётко сказать, сколько это займёт времени. Это займёт три месяца. Но вы через две недели уже увидите первый результат. Я вам обещаю. Я вам обещаю. Я это делала миллионы раз. Я это делала групповыми образом. Вот сейчас в Телеграм-канале, где мы там пошли все на кет, мы отказались от сладкого. Я это делаю в индивидуальном порядке. Провожу мастер-майд, беру личный пункт энергии, где помогаю людям пройти это. И я знаю, через две недели они получают результат. через три месяца это уже однозначно точный результат. Ну, так вот, вернёмся. Мы с вами поняли, это генетика 20%. Поэтому я вам всем рекомендую спросить у своих бабушек, дедушек, у мам, чем кто болел. Это важно. Потому что мы будем понимать, что точно нам не нужно делать. Это наша генетика. Если вы как бы не верите субъективным ответам бабуле-дедуле, можно пойти сдать генетические тесты. Об этом всё тоже расскажу. Просто чуть позже. Я подготовила у вас для вас море ещё бонусов, кто останется до конца. Мы вам ещё пришлём там. Мало того, что как-то вот действия, которые нужно сделать, уже завтра будем менять. Но ещё и плюшки, бонусы просто так, понимаете, бабага. Возможно, сегодня у меня будет поток, и я расскажу свою историю. Попробую, почему у меня сейчас так прёт, хочется всем этим делиться. Но это не точно. Итак, вернёмся. Я периодически буду смотреть свой план, потому что меня очень заносит. Я обожаю разговаривать об этом. Я говорю об этом могу просто вечно. Но я думаю, что вряд ли заходите меня слушать до утра. Хотя, ну так вот, ещё раз повторюсь, что генетику мы с вами пройдём, и мы сейчас вернёмся к с вами за ту часть, за которую мы ответственны, за которую мы сейчас решили с вами быть ответственны. Если мы сейчас здесь с вами, нас здесь собралось немало людей, посмотрите, нас здесь много, мы сегодня приняли решение. Я беру ответственность за свою жизнь, за свою энергию, за то, что будет со мной завтра. То есть, с сегодняшнего дня мы принимаем решение убрать апатию, убрать лень, убрать прокрастинацию, вот эту самую прокрастинацию, застревание в телефоне, застревание в телеке, застревание в сериальчике, в алкоголе, в кальяне, в чём угодно, в глупых разговорах с подругой, застревание. Мы это всё убираем. Мы убираем плохое настроение, мы с вами уберём вот все те самые негативные чувства, которые вы считали, что просто часть вашего характера. На самом деле, учёные сейчас доказали, любая часть вашего настроения, любая ваша эмоция, это каскад биохимических реакций, так говорят биохакеры, а буддисты говорят, что всему есть причинно-следственная связь. То есть, всегда есть что-то, что послужило, что приведёт вас к этой реакции. И наша задача — это всё убрать. И это реально. Мы это всё уберём. Ну так, поехали. О чём я хочу вам сегодня рассказать. Давайте начнём, что... Сейчас, секунду. Мы должны с вами понять. Я, конечно, вам дам 10 упражнений, 10 задач, которые завтра мы с нами начнём применять. Но мы должны понять, что это не 10 упражнений, не на какой-то период времени. Это должно стать нашим образом жизни. То есть, мы должны полностью включиться в этот процесс. Мы должны интегрировать эти привычки в свой образ жизни, чтобы это стало чем-то вроде бы, как почистить зубы. Вот эти вот минимальные навыки, они очень простые, они будут элементарны. Но они должны стать для вас такими, что вы о них не будете вообще думать. Вы когда утром встаёте, спросите, ещё сон, в таких интересных ритмах вашего головного мозга идёте чистить зубы. Вот я хочу, я хочу вам пожелать сегодня, чтобы всё, что я вам скажу, устроилось, интегрировалось в вашу жизнь, как вот эта бессознательная чистка зубов. Понимаете? И благодаря этому у вас появится море энергии. Когда у вас появится море энергии, вам будет всё захотеть. Ко всему будете относиться к улыбке. Вот сегодня у меня был очень интересный случай. Мы решили поехать на природу, немножечко сменить картинку, зарядиться, поравниваться. Недавно мне моя подруга, моя пациентка сказала, что сейчас полноводные реки. Всё тает, в горах тает снег, и нужно поехать, посмотреть, как тают реки. И мы решили это сейчас. Утром мы такие заряженные, я напекла печенье, я взяла нам чай, и мы поехали на эти реки. Так получилось, что у нас летняя резина. Но ничего, мы поехали. Мы сначала застряли в Биазе. Это было просто невероятно. У нас было ограниченное количество поведений. Потому что я понимала, что нужно ехать, готовить в бинарную комнату, всё это делать. Думаю, ничего, на пару часиков мы точно съедем. Я хочу построить на эти реки. Мы поехали. Мы застряли в этой грязи. Я красиво оделась. Зачем я красиво оделась? Ну, для контакта, конечно. Я вот это вся испачкалась. Мы таскали камни, таскали ветки, чтобы хоть как-то выехать машиной. Ура! У нас получилось. Мы выехали машиной, решили сразу машину поставить вот там вот повыше, поодоле. Я, кстати, объясню, почему вы это сделали. И потом ко мне пришел невероятнейший инсайт. Завтра расскажу об этом в Инстаграме. И мы пошли пешком к этим рекам. Мы шли, шли, шли. И этот путь, он был просто такой наполнен природой, свежей воздухом. Уже давным-давно доказано, что нашему мозгу помогает, помогает природа заряжаться и перезагружаться. И вы понимаете, что когда ты идешь, получаешь все эти эмоции, так, к чему я это? Видите, меня занесло. Эмоции, драйв, заряжаться. Вам всего будет хотеться. А, отношение к трудностям. Я вот это все перенесла с невероятным счастьем. Точно, я поняла, к чему я это все. Что сегодня у меня был день полон таких необычных моментов. Сначала мы застряли. То есть мы не могли доехать до реки. Потом я вся испачкала. Потом я пошла, мне вдруг захотелось в воду. Я люблю в ледяную воду залезть, вы знаете. Потом я залезла в воду, и мы начали торопиться ехать домой. Срочно-срочно домой, потому что я хотела к вам всем успеть. Что вы думаете? Когда мы еще только ехали туда, у нас закончился бензин. Ну, не закончился, а заканчивался. И мы ехали уже так вот, знаете, вот на нолике и еще чуть-чуть ниже. Ну, мы такие, ну ладно, там заправка есть на повороте. Мы там заправимся. И когда мы ехали обратно, нас переполняли эти эмоции. Мы говорили про этот инсайт, про который я расскажу завтра в Инстаграме. Мы так общались, общались, и мы приехали на заправку. И еще немного, и у нас закончился бензин. Это, конечно, было мечта. Я понимала, что осталась буквально часть до вебинара. Я его провести просто там в поле не смогу. Я была неподготовленная. Я была просто неподготовленная. У меня не было с собой ноутбука. То есть у меня был с собой только телефон. И я понимала, что мне придется его отменять. Но, знаете, я начала безыдерно смеяться, радоваться этому. Думаю, вот это да, вот это вводный. Но все получилось хорошо. Мир не без добрых людей. Мы заправили машину, приехали домой. И, как видите, я здесь с вами. Вижу комментарии. Лизочка, сбавь обороты. Ей слишком много. Я очень стараюсь. Поверьте, моя энергия прет. Представьте, что я сегодня целый день и в грязи была, и бегала, и прыгала, и в ледяную воду залезала, и встала рано с утра утром. И тем не менее энергия прет. Чтобы вы понимали, я сегодня после вебинара еще приеду на работу, на прием в свою любимую косметологию. Ну да ладно. Ну так вот. Я вам хочу пожелать, чтобы у вас у каждого было такое же состояние, как у меня. Вот это вот та самая энергия, когда вы относитесь к любым водам в вашей жизни на такой вот высокой, положительной, позитивной энергии. И, понимаете, это не БАДы. Но очень часто сейчас путают биохранительную медицину с БАДами. То есть такие, что бы мне такое выпить, какой бы мне набор микроэлементов выпить, чтобы вот так вот, как она. Мне очень часто задают этот вопрос. Лиза, а что вы делаете? А какие вы там медитации применять? Ага, я сюда. Я всем поделюсь. Хм, Лиза, так, вы бегаете, наверное, поэтому вы такая заряженная. Ага, вы в ледяную воду ходите, наверное, такая заряженная. Ага, вы набор таких антиоксидантов пьете, такая заряженная. Во-первых, это все нет. Во-вторых, это все да, потому что это все в комплексе. Это огромный мир. Это прям экосистема, которую мне хочется с вами поделиться. А сейчас я немножко расскажу. Многие, кто меня уже слушает давно, кто был на моих вебинарах, они знают, что я об этом уже миллион раз говорил, но я еще раз об этом расскажу. Итак, первый мой слайд. Что такое митохондрия? Что такое митохондрия? Зачем они нам нужны? И почему это энергия? А митохондрия – это наши электростанции. Чтобы вы понимали, митохондрия – это та самая зожница. Это она любит правильное питание, это она любит физические тренировки, это все для нее. Чтобы вы понимали, мы ради нее дышим, мы ради нее доставляем кислород. Наш организм так выстроился, у нас появились легкие, у нас тут сосуды. Это все для нее, для вот этой маленькой органайлы – митохондрия. Что это такое? Это маленькая часть в нашей клетке, в нашей клетке, в каждой нашей клетке, в клетках нашего мозга, нашего эпителия, нашей кожи, нашего лыжно-чисточного тракта. Это в каждой клетке есть эта митохондрия. Она есть у всех. У всех омега питающих, даже у простейших, у бактерий. У всех есть митохондрия. Итак, митохондрия – это маленькая такая органелла, которая когда-то, давным-давно, много миллионов лет, была отдельной бактерией. И когда-то она решила вступить в симбиоз, то есть в содружество с другой бактерией, и сказала ей, я для тебя буду приносить энергию, а ты для меня будешь приносить еду и все, что мне нужно. Понятно? Она говорит, понятно. Но так как я для тебя влажнее, я для тебя даю энергию, я тебе буду давать 40%. Понимаете? Она такая, такая, та еще бизнесмен, зожница, бизнесмен. Она говорит, я тебе буду давать 40%, а 60% забирать себе. Итог. Что получается? Мы поставляем этой митохондрии энергию, то есть это питание. Сейчас все постепенно расскажу. Кислород, чтобы у нее там кислительные процессы происходили, комфортно, как ей нравится. А она нам за это дает 40% энергии. То есть вы понимаете, что если мы хорошо будем заряжать нашу митохондрию, то она нам будет давать полноценные 40%. А если мы ее будем плохо заряжать, то 40% там даже и не будет. И она будет недополучать, а она эгоистка. Такая, это чаще эгоистка себе сначала, потом людям. Она будет себе первично все забирать, и нам ничего не останется. И отсюда корень вся наших проблем. То есть наша с вами задача работать с митохондрией. И вообще весь ЗОЖ, весь биохакинг, вся современная медицина построена на принципе удовлетворения вот этой митохондрии. Когда с ней что-то идет не так, это идет митохондриальный стресс. Какие признаки митохондриального стресса? Это те самые плюсики, которые мы с вами только поставили. Вы помните, я вам зачитала 9 пунктов, из которых вы выбрали, плюсики поставили. И я еще раз повторюсь, у кого больше 2-3 плюсиков, у нас у всех с вами митохондриальный стресс. Вы мне скажете, Лиз, что ты мне какие-то термины сейчас говоришь? В смысле? Вот он я, а где там митохондрия? Митохондрия? Вы знаете, что вот этот митохондриальный стресс это начало хронических заболеваний, которые практически не видны по анализам. Их можно сдать, получить эти изменения. Но не каждый лабораторий их делает. Мы с вами вот таким тестом сейчас поняли, что у нас уже есть с вами проблема. А эта микропроблема митохондриального стресса потом выливается в такое продрамальное заболевание. То есть заболевание, которое симптомов нет, понялись в некоторую слабость. Потом уже появляются первые симптомы, а потом появляются те самые заболевания. И чтобы вы понимали, вот медицина, которой училась я, которую училась я в медицинском университете, учит нас именно тем самым сформированным заболеванием. То есть той самой четвертой ступеньки. Сначала идёт митохондрия, она пострадала, потом митохондриальный стресс, потом патомальные заболевания. То есть когда чуть-чуть у нас есть с вами симптом. И потом только, вот только потом идёт непосредственно заболевание. То самое МКБ-10, международная классификация болезней, всемирная такая. Вот где у нас есть заболевание. И врачи нас учили лечить только вот эту четвертую ступень. Всё, что ниже для нас, это уху, слишком глубоко, это биохимия. Нет, я туда не пойду. И вы понимаете, что все протоколы аптеки, клиники, мы все работаем по уже сформированным заболеваниям. А что хочу я? Зачем вообще я здесь? Я для того, чтобы мы с вами немножечко опустились ниже, в глубину, и поняли, что если мы немножечко ниже сберём, то вот здесь вся вот эта медицина, она не нужна. Вы понимаете, что сейчас самое современное направление это в медицине, это лайфстал-коуч дать человеку такую возможность идти, чтобы у него не формировались заболевания, не формировалась апатия, прокрастинация, лень. А вы понимаете, что это уже начало того самого митохондриального стресса. Сделать всё то, чтобы это не началось. Ведь это круто не работать с проблемой, а предугадать её не допустить. Вы же понимаете, я сейчас вам придам очень простой пример. Мы с вами открыли холодильник, у нас там лежит у меня рыба, нюхали её, она дурно пахнет. Почему-то к нам же доходит вот сюда, что не надо ехать тухлую рыбу. Мы же это понимаем. Это же очень просто. Так почему мы не понимаем простых вещей, что не надо делать вот эти вот, доводить вот эти три ступени до четвёртых, чтобы мы с вами не пришли к проблеме. Это примерно то же самое. Именно вот этим я хочу с вами поделиться. Что сделать такого, чтобы не съесть тухлую рыбу, понимаете? Что сделать такого элементарного, что сделать, чтобы это стало нашей привычкой, бессозначной, простой привычкой. Итак, поехали. Метахондрии для нас важны, мы это с вами поняли. Что такое метахондрии, тоже мы примерно поняли. оксидативный стресс, что-то такое, и мы это важны для каждого. Итак, когда-то мы считали, что оксидативный стресс это что-то связанное с кремом, с косметологией. На самом деле оксидативный стресс, он прямолинейно влияет и зависит от метахондрии. То есть она потребляет кислород для того, чтобы переработать. То есть что происходит? Метахондрия получает топливо в виде еды. Мы с вами поговорим еще в этом. Для того, чтобы эту еду переработать, ей надо получить кислород, получить много кислородов. Это тот самый мой последний пункт. Проводите ли вы достаточное времени, количество времени на улице? Нет. То есть мы недополучаем кислород. То есть топливо мы кое-какое залили, кое-какое, кое-какое. Мы еще разберем, что любит эта метахондрия, почему это так важно. Кислороду толком не дали, но мы ей говорим. Нам надо, то есть вы понимаете, что она работает по принципу энергозатрат. Нам надо сегодня пойти на работу, приготовить завтрак, прийти вечером, провести время с семьей, а было бы неплохо еще построить планы на будущее, возможно развивать какой-то проект, включаться в энергию, возможно уйти с работы, новую какую-то работу, вы понимаете, с ребенком какие-то вопросы пройти, то есть пройти какие-то этапы, требующие энергии. То есть мы с моей метахондрией, метахондрией головного мозга, которая что-то будет придумать, метахондрией нашего тела, которая будет физически что-то делать, говорим, нам нужно столько энергии, вот столько, потому что мне нужно сделать вот этот пункт. Я тут видите карту желаний написала, карту желаний написала, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Окей, мне на этом нужна энергия, мне на этом нужна энергия, мне надо ее взять. Что я могу сделать? Первое, дать задачу, согласитесь, метахондрии, она говорит, хорошо, погнали, давай топливо. Мы ей там дали топливо. Она говорит, хорошо, а теперь говорит, дай мне кислорода. Я должна это все переработать. Это ей нужен кислород, чтобы переработать еду в энергии АТФ. Понимаете, почему важно находиться на улице, почему важно проветривать помещение, почему важно открывать всегда форточки везде, почему важно много кислорода, почему все с мегаполиса едут в село, почему все едут, почему они едут за кислородом, едут дать возможность митохондрии окислить топливо. Понятно, да? Мы сейчас с вами понимаем, что мы должны дать кислород. Элементарно? Элементарно. Какие мы можем сделать из этого выводы? Я думаю, что каждый может сделать сам. Подумайте, пожалуйста, сейчас себе, что я могу сделать с кислородом уже сегодня. Первое. Я могу открыть элементарно сейчас балкон, форточку, чтобы пролетрировала спальня перед столом. Что я могу сделать завтра? Уйти из дома, встать на дверь наветривания. Что я могу на работе наветривать? Что я могу провести больше времени на улице? Что я могу? Например, мы взяли на себе привычку, с моим любимым человеком, мы каждый вечер выносим мусор. Это такой повод выйти на улицу, понимаете, провести 20 минут. Топаем мусорки специально. Насыщаемся кислородом. Окей. Дальше. Лиза, ты говорила, что первая была поставить задачу для митохондрия. Мне нужно вот столько энергии, для получения моих карт желаний, целеполаганий. Я прочитала море книг, целеполагания, мотивация. Да-да-да, всё верно, всё верно. Но вы же понимаете, что митохондрия, она не только здесь, в пилотном мозгу. Вот здесь мы ставим задачи, карты желаний строим. А вот эта вся остальная часть – это тело. И оно было придумано не для того, чтобы сидеть за компьютером, тык-тык-тык-тык, что-то писать. Оно было придумано для того, чтобы двигаться. Соответственно, для того, чтобы запустить нашу митохондрию, они находятся везде. Сердечно-сосудистая система. Мышцы наши. Вот сколько у нас мышц. Это же просто от каждого сустава будет здесь куча мышц. Им нужно что? Им нужно движение. Поэтому, если мы с вами хотим улучшить деятельность нашей митохондрии, нам нужен спорт. Какой спорт? Здесь огромнейший вопрос. Мы к этому ещё тоже с вами вернёмся. Я буду щёлкать слабо, чтобы я сейчас не уносила. И здесь ещё идёт, вот, понятное дело, третий пункт – питание. То есть это кислород, это питание, и это физические нагрузки, что нам нужно. К этому мы ещё с вами вернёмся. Итак, следующий вопрос, который я сдаю на этом слайде каждому из вас. Мы здоровы или мы нездоровы? Мы уже поняли, что мы с вами нездоровы. Да. Мы ещё стоим не на четвёртой ступени, МКБ-10, где у нас прописаны прям все заболевания. Мы туда придём попозже, годам 50. Как все бабули, дедули, понимаете, стоят под кабинетами врача, и у них уже вот такая медицинская книжка, вот столько там заболеваний. Я так не хочу. Я не хочу стоять в очереди в аптеку. Я вам заявляю, не хочу и не буду. И постараюсь вам донести, помочь вам разобраться в этом, чтобы у вас тоже такого не было. С этим мы разобрались. Так, по поводу четырёх привычек, которые повлияют на нашу молодость, на наше здоровье. Я их уже проговорила вам тут всё. И хочу вам рассказать про одного очень популярного персонажа. Илон Маск. Слушайте, сейчас куда ни загляни, сделаем Маск. Илон Маск тут, Илон Маск то. Сейчас он такой прям референс. Мы все на него смотрим, внимание приковано к нему. Он такой классный, он такой передовой, он такой современный. Итак, как Илон Маск пришёл в ЗОЖ? Как Илон Маск пришёл? Я тоже, понятное дело, ему интересуюсь, смотрю, как у него там дела. Но со своей стороны. Со стороны ЗОЖ и биохакинга. И вот к чему я пришла. Итак, Илон Маск есть путь. Он прошёл достаточно специфично. Когда-то для того, чтобы много работать, вкладывать, он считал, что он утром может съесть шоколадный батончик, потом целый день пить кока-кау. Он фанат кока-кау. И так он работал. И у него энергия была вот такая. Вверх-вниз. Вверх-вниз. То есть у него были спады и бешеные падения. Спады и бешеные падения. Это вот он так вот себе давал топливо. Понимаете? Он давал много себе сахара. Как попало, спал. Вообще не выходил на улицу. Не занимался спортом. То есть и у него приходила бешеная энергия на стимуляторах, которые он себе давал. Видите? Кока-кола, где очень много кофеина. Каких-то сахарных батончиков. Там ещё как-то заряжался. Понимаете? Он много работал. Вот такие выбросы были. А потом у него были такие этапы прокрастинации. Он прям пишет об этом. Я прям читала об этом. Это так интересно наблюдать путь человека, который это прошёл. И я ему очень благодарна, что я читаю этот опыт. Понимаете? Это так здорово учиться на опте. Он такой. А потом он понял, что что-то не так. Это невысокоэнергетическое состояние. И когда он создавал свою машину, свою невероятную таслу, он понял, что он хочет создать и двигатель, и энергию. Что-то, что заходит на определённые обороты. Понимаете, о чём я? И идёт на высоких оборотах. Это же две большие разницы. Вы понимаете, я сейчас вам нарисую. Вы же всё прекрасно понимаете. Есть два варианта графика. Первый – вот такой. Видно, да? Вот. Вверх-вниз, верх-вниз. Это его прошлое. Это первый график. Второй график – он на другой. Мы шли с нами на определённые обороты и идём на высокой энергии. Вот такой график. Я выбираю. Вот такой. Вот. То есть я поднимаюсь на определённый уровень энергии и иду на нём. Меня не шатает. Вы понимаете, меня не шатает. Я не буду. Я хочу вот так. Итак, он себе задался вопросом. Для него это был вообще такой прям вопрос, который был его призванием. Он же там создаёт эти машины, ракеты летают. И он понял, что это в принципе то же самое, что там, кто и здесь. Он понял, что мне сделать для того, чтобы я был на такой высокой энергии, вышёл на этой высокой энергии. И он пошёл в ЗОЖ, в биохайпинг. И он понял. Сейчас он прививает к себе привычки. Да, он говорит, это непросто. Да, он меняется. Да, ему там, ему не сразу это привили. И он сейчас жалеет. Я читаю его блог там. Он жалеет о том, что почему я раньше не пришёл к этому. Почему я раньше не узнал вот этот источник силы. Вы понимаете, что можно жить иначе. Что сейчас ему приходится переучиваться. Ему приходится переделывать себя. А ведь проще потихонечку это начать. Чем раньше мы это начнём, тем проще нам будет это интегрировать. А ещё один важный момент. Я думаю, что очень многих из вас есть дети. Напишите плюсики, у кого есть дети. Скажите, пожалуйста, разве вы не желаете своему ребёнку вот этой высокоэнергетической жизни, классной, наполненной? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Я буду понять, что вы со мной, что вы меня нормально слышите. Пожалуйста, поставьте мне это. Для меня это очень важно. Я лично желаю своему ребёнку, о, там трое у кого-то, высокоэнергетической жизни, чтобы он мог проявить себя, свои таланты, свои желания. Именно поэтому мне хочется, чтобы вы прошли этот путь, вот эти вот простые элементарные вещи и применили их не только к себе, не только к себе, но ещё к своим родным, хотя бы к своим детям. мы можем дать им возможность это сделать привычкой, вот такой же, как чистить зубы. Ну скажите, ну почему нас научили чистить зубы? Мы выучили с вами таблицу умножения, мы знаем с вами вот это, вот это, вот это, а не знаем элементарных вещей, как использовать своё тело, чтобы оно приносило нам максимум счастья, двойства, энергии и всё оставило. Круто же? Круто. Нас этому не учили. А почему? Не учили. Так получилось. Все учили истории, географии и много чего другого. Я не против нашей системы образования, но могу поспорить, это факт. Итак, вернёмся. Спасибо большое за ваши плюсики, мне очень приятно. Я понимаю, что вы со мной, что вы меня слушаете, а не так просто. Я тут сама с собой. Благодарю. Значит, мы с митохондриями поняли, понимаем, что произошло, с Маском тоже. Двигаемся дальше. Итак, почему? Шесть причин, почему мы можем чувствовать постоянную усталость. Первое. Нездоровое питание. Что такое нездоровое питание? Я проводила недавно вебинар по интенсивному питанию, где включила целый блок пакета. И сейчас в группе по Телеграму, кто не знает, я, конечно, пришлю ссылку сюда, могут присоединиться, просто рассказываю, просто так рассказываю, что такое кето. Я не говорю, что это по-насайлу, ни в коем случае. И почему-то много энергии, почему-то классная временная стратегия, благодаря которой мы можем перезагрузить свой организм. То есть, если мы сегодня здесь с вами собрались, я вам рекомендую пройти этот путь, пройти его, поверьте, это классный, простой способ перестроиться. Зайдите, там, вот чем удобен, Телеграм, там все сохраняется. То есть, то, что было чуть раньше, вы можете посмотреть. Сначала мы с вами отказываемся от сахара, мы уходим от этих инсулиновых горок, чтобы у нас вот этого больше не было. Вот этого вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Я об этом очень много рассказываю. Если бы у меня был двугневный интенсив, я бы все это повторила. Сегодня, конечно, я это не буду повторять еще раз. Но такое, мы там отказываемся от сахара, потому что он дает нам вечную выработку инсулина. У нас много энергии, нам круто. Потом его падение нам снова плохо, у нас вырабатывается дренение. Организм говорит, да еще, да еще, мне еще тут нужно что-то проделать, пробыть, прожить, какой-то элемент пройти. Да еще, мы снова закидываемся чем-то углеводным, снова взлетаем наверх, потом очень быстро это перерабатываем, оно убегает туда, меньше инсулина, снова вниз. Хочу вот это вверх, вниз, вверх, вниз. Это отвратительно. Как примерно сейчас слушать меня на высокой энергии. Согласитесь, вы ничего не понимаете? Если я говорю более спокойно, вы проще меня воспринимать. И вот есть два варианта. Ехать вот так вот ровно и долго классно, или же идти вот так вот волнообразно. Вот это и есть то самое нездоровое питание. Это никакое там не ПП ни разу. Это просто мы должны хоть немного снизить углеводы. Поверьте, я провожу эксперимент сначала на себе, потом на своих близких. Я даже на ребенке это увидела. Сейчас я это вижу положительную, это обратная связь в группе с инстаграмм, которую мне показывают Лизу. У меня стало намного больше энергии. Лиза, я стала лучше просыпаться по утрам, мне стал лучше сон, у меня стало это, это, это. Мы всего лишь ограничили углеводы. Если вам это интересно, обязательно присоединяйтесь в группу. Телеграмм, просто посмотрите. Это классный опыт. Я не говорю вам там считать, как бы живу, четко, жестко жить в кето. Нет. Просто попробуйте, чуть-чуть минимизируйте их, чуть-чуть уменьшите, и вы увидите. Хочу вам рассказать тоже такую очень интересную историю жизни, которая произошла со мной на этой неделе. Я в кетозе. Я в кетозе, я им горжусь, мне очень нравится там находиться. Я не хочу выходить из кетоза. У меня такой, ну, легкий кетоз, если не жестко захожу, у меня 50 грамм углеводов в рационном присутствии. Прошу прощения. Вот. Но я недавно заболела, потому что очень сильно переохладилась. Я болею только-только так, где ссылку на Телеграм. Так-так-так-так-так-так-так. Кто-нибудь, у кого-то есть ссылка на Телеграм? Пожалуйста, пишите ее сейчас сюда, или я ее добавлю. Добавлю. Обязательно добавлю потом где-нибудь в Инстаграме или ссылку вам завтра сделаю всем на Телеграм. Разберемся. Так вот. Не буду уходить, а то я сейчас улечу. Рассказываю вам историю. Я недавно простудилась. Вот на прошлой неделе очень сильно замерзла. Я болею сейчас только по одному поводу. Если я длительный период времени нахожусь в холодном чем-то. Вот я 5 часов мерзла. Я приболела, и у меня сразу бронхит. Я почувствовала, что у меня здесь холодно, и бронхит. Но я, знаете, как истинный врач, я не лечусь. Есть такая шутка у врачей. Она, конечно, смартфона, делиться я не буду. Но, тем не менее, я постараюсь прилично сказать эту шутку. У врачей есть два диагноза. Первый. Само пройдет или не лечится. Вот не лечится это платом на букву П. Понимаете, да, чем я? Ну, так вот я всегда говорю. Или само пройдет, или не лечится. То есть я просто снизила обороты, посидела дома. Вот вела горячего чая, то есть снизила обороты, и я понимаю, что мой организм сам себя вылечит. Но ко мне пришел сильный кашель. И я кашляла ночью. Я понимала, что... Я в кетозе, напоминаю, да, это все к кетозу. Я понимала, что мне идеально подойдет от кашля попить чай с медом. Никакие лекарства я от меда не хочу. Ой, прошу, прошу, никакие лекарства от кашля я не хочу. А вот мед – это то, что нужно. Он как бы мне идеально подойдет. И я, получается, пошла пить чай с медом. И вы представляете, в мой организм попал сахар. Кашляла я два дня. И я два дня пила чай с медом. Чтоб вы понимали, в эти два дня я возненавидела этот сахар и сладкое просто. Потому что я получила столько негативных эмоций. Да, кашлял меня успокаивался, это факт. Но я превратилась в какую-то истеричку. У меня вверх-вниз. Я вынесла мозг всем. Реально сахар очень сильно влияет на настроение. У меня не было никакой энергии. Мне хотелось… То есть, как только я попила чай с медом, я чувствовала, круто! Я выздоровела! Я не кашляю! Фу! Побежали, побежали. Вот этот инсулин, выброс инсулина вверх. И потом снова вниз. Я болею. У меня глаза на конус. Ничего не хочется. Но я чай с медом, кашлял. С того времени. Я, короче, за эти два дня пережила вот эти вот сахарные горки. И я поняла, я к сахару тебя не верну. Но, знаете, благодаря этому опыту это такое глубинное осознанное решение. И просто не хочется возвращаться. Я рекомендую вам, конечно, не проходить эти эмоциональные сахарные горки. Но если вы их пройдете, ничего страшного не будет. Вы раз и навсегда для себя поймете. Мне это больше не нужно. Идем дальше. Первая причина – это, да, нездоровое питание. Про нездоровое питание я очень много говорю и делюсь в телеграм-канале. На интуитивном питании я учу слышать себя. Как что делать, что есть, что не есть. Для того, чтобы у вас это все получалось интуитивно. Без каких-то ограничений жестких там. Так, я обещала ничего не говорить про это. Все, забыли. Все расскажу потом. Возвращаемся к нашим причинам. Дефициты железа. Ввиду того, что мы с вами мало проводим времени на улице. Ввиду того, что у нас есть некоторые у всех практически нарушения с микрофлорой кишечника железа у нас вечно недостаточен. Почему это происходит? Как я говорил ранее, мы даем очень много высоких углеводов. Мы даем высокие углеводы, да, много углеводов. И наш кишечник там есть микрофлора. И развивается та микрофлора, которая дает питание. А это не совсем правильная микрофлора. Она условно-патогенная. И из-за того, что развивается микрофлора, у нас начинается дисбактериозы с очень простым языком, пытаясь объяснить очень сложные вещи. А та микрофлора, которая полезна, он не скажет, в смысле полезна, кто полезен, а кто не полезен. Полезна – это та, которая помогает. Чем помогает? Она помогает перетаскивать ту еду, которую мы съели, к нам в кровоток. Синтезировать, помогает правильные микроэлементы, синтезировать серотонин в гормончасти. Она нам помогает синтезировать целый ряд витаминов. Она нам помогает усваивать, усваивать микроэлементы и витамины и макроэлементы. Это полезная микрофлора. Понятно, да? А есть ли полезная микрофлора, которая просто тоже есть. Она просто тоже есть. И вот она нам особо ничего толком не помогает. И так случайно сложились обстоятельства, что неполезная микрофлора любит сладкое. Вы представляете? Она любит сладкое. Да? Ладно, тогда я добавлю ссылку. По поводу ссылки, понятно, в конце. Видно, я как модератор только могу ссылки добавлять. И получается, когда мы нашему питанию, через нашу питание даём высокие углеводы, неправильную какую-то еду, мы кормим вот эту не совсем правильную микрофлору. И у нас с вами что появляется? Смотрите, я тут всё перечислила на экране. Дефицит железа, дефицит витамина D, хотя у него там другие проблемы, но в каскаде дефицита витамина D микрофлора играет огромную роль. Дефицит цинка. Мало того, что нам его мало поступает, так ещё и, в принципе, мы его плохо усваиваем. Нехватка витамина С. Почему? Мы его мало получаем, мы ещё и плохо впитываем. Нехватка витамина группы В. Мы их мало получаем, мы ещё их не впитываем. И вот вам ответ на то самое заявление, о котором я говорила, что биохакинг и превентивная медицина, современная медицина – это не приём бадов. Мы с вами можем купить кучу баночек разных микроэлементов, и они нам не помогут. Вы понимаете? Потому что наша микрофлора просто их не всосёт. Почему? А мы её не этим кормим. И вообще, я за то, чтобы 80-90% правильных микроэлементов мы получали с пищей, с едой, и какой-то там остаточек да получали с микроэлементом. И только как временная стратегия выброшена. Например, у нас с вами есть какие-то определенные дефициты, мы их нашли. И мы сначала нормализуем, какая стратегия? Нормализуем нашу микрофлору, чтобы она начала всё это воспринимать и впитывать. Потом добавляем дефициты, а потом выстраиваем своё питание так. Это не какой-то набор определенных продуктов. Это мы должны себя слышать. А это целое умение. Чтобы мы всё получали, и у нас всё было хорошо. Понимаете, как круто? Вот такая схема. То есть, нездоровое питание, почему я его вынесла на первый пункт? Посмотрите. Потому что это тот самый ключик, благодаря которому все микроэлементы, которые поступают, будут всасываться. То есть, мы инвестируем, прошу прощения, в продуктовые магазины, в БАДы, в аптеки, а нифига не всасывается. Почему? Потому что там не налажен. Итог. Сначала разбираемся с питанием, потом начинаем наполнять. Как и, в принципе, концентрация энергии. Сначала нужно убрать дыры, чтобы у вас не вытекало, а потом наполняем сосуд. Смысл наполнять лейку. Согласитесь? Ну, пожалуйста. Двигаемся дальше. Теперь мы пойдём с вами ко сну. Что такое гормон сна? Как им управлять? Как быть максимально продуктивным? Как, почему спать более 8 часов вредно? Я внимательно слежу, что там происходит. У меня есть море подписчиков, которые уже следят за мной давным-давно, и они уже собрали, как крупицы, как крошки, какие-то полезности с моего блога, благодаря которым они уже и начинают изменять жизнь. Итак, многие из вас уже скачали приложение для сна Sleep Cycle. На айфонах оно есть. Если кому интересно, я прямо подготовила целую выборку вот этих приложений для сна и для Google, которые другие телефоны. Ну, так вот, разберёмся с вами на примере, неважно, какое приложение для сна. Что это такое? Это специальное приложение, которое вы устанавливаете у себя на телефон, и оно отслеживает, как вы спите. Окей, все скачали. Окей, что дальше? Мы такие с вами подумали, что круто же, я провалилась в глубокий сон. Ура! До этого я сказала так поверхностно, так поверхностно. С одной стороны, да, мы спали глубоко. Хорошо. Потому что отсутствие как быстрого, так и глубокого сна – это плохо. То есть наш сон, вот мы с вами сейчас скоро пойдём спать, будет делиться на две большие такие как бы подкасты, а они там ещё много-много-много, но я не буду углубляться. Это быстрый сон и это глубокий сон. Вот доминирование ни того, ни другого не есть хорошо. Важно их правильное сочетание. Важно индивидуально подборать, какой сон вам когда нужен, потому что глубокий сон, он ответственный. Я просто немного объясню за энергию, то есть за то, как вы себя будете чувствовать завтра, насколько вы будете энергичны. И вы по этому приложению можете понимать, если у вас мало глубокого сна, завтра вы будете никакой. Вот здесь вы разобрали, что влияет на глубокий сон. Я тоже немножко поговорю, немножко. А вот быстрый сон – это в этой диаграмме высокие точки. Знаете, что это такое? Он тоже очень важен. Плохо, когда у вас только глубокий сон. Это ваш мозг перерабатывает информацию. И это очень здорово. Быстрый сон – это наша возможность учиться. То есть наличие фаз быстрого сна говорит, насколько вы высокоинтеллектуально быстро заряжаетесь. Если глубокий сон, вы в принципе отдыхаете, то быстрый сон – это то, что важно в ваши новые привычки, ваше обучение. Это ваше творчество. Это вот это всё. Вот эта вся переработка, переработка – это всё выкладывается и складывается. Это всё быстрый сон. То есть важно и то, и другое. У нас с вами в организме есть гормон сна. Называется он мелатония. Не забивайтесь мелковым. Чтобы вы понимали, нет ни одного фактора, который бы не влиял на мелатонию. Вообще, в принципе, всё взаимосвязано. Вот всё взаимосвязано. Всё солнышко. Как говорит мой любимый человек, всё солнышко. То есть каждый фактор важен. Вот все факторы, которые мы с вами под этим перепислили, все нужны для гормона сна. То есть для того, чтобы он нормально вырабатывался, у нас должна быть низкоуглеводная еда, посещение там, ходить на улицу, то-то-то-то-то-то. Всё влияет. Понимаете, что эти привычки нельзя интегрировать по одной. Если делать, то делать. Я их дам. В конце вот этого интенсива я всё дам. У вас всё будет. Вы всё это сможете сделать сами, без меня. Вам только нужно взять ответственность за свою жизнь. И то есть мы будем полинейно влиять на этот гормон сна. А скажите, пожалуйста, я думаю, более много кто из вас видел и слышал, что можно, например, вот эти лекарства для сна, можно сделать вот это, вот это, вот это. Вы начинаете это делать, и со сном волшебства не происходит. Сон не заряжает, и после сна вы не фонтанируете энергии. То есть, понимаете, сон – это вообще уникальная вещь, это потрясающая вещь. И с ним тоже можно работать. А вот спать более 8 часов, да, учёным уже было доказано, не нужно, потому что там уже не те идут фазы сна. Но об этом – это долгая история. Я сейчас начну говорить про сон. Это ещё на 3 часа вебинар. Вообще, на самом деле, я про каждый этот пункт, мне кажется, могу говорить очень долго. Очень-очень приочень. Мне есть что рассказать. Я вот именно это, я сейчас изучаю. Именно от этого у меня ряд глаза. И мне в это хочется погружаться. Двигаемся дальше. Так, тут я для вас приготовила 5 советов, чтобы высыпаться. Первое. Всё очень просто. Соблюдать режим. Многие говорят, нужно уложиться спать после 11. Да, это потрясающий рекомендация. Но скажите, пожалуйста, кто из вас засыпает до 11? Напишите мне плюсик, пожалуйста. Мне будет приятно. Вам ничего особенного, а мне приятно. Да, напишите плюсик. Кто засыпает до 11? Я вот не засыпаю до 11. Дальше. Ну, видите, да, это же современный мир. Пока ты всё сделаешь, пока ты проведёшь время с моим человеком, пока то, пока то, пока то, пока то, уже всё. Уже за полночь. Дальше. Ну, я объясню, как соблюдать режим. Спите днём. Я лично противник. Чтобы вы понимали, это 5 советов. Я перевёлся на английском языке с одной лекцией. Днём круто спать. Для меня это, конечно, подходит. Потому что я сплю небольшое количество времени и днём. 15 минут на сон – это просто нечто. Обязательно проветривайте спать. Мы с вами разобрались, что нам нужен кислород для всего. И для митохондрии, для сна, и для мелатонина. Я объяснила, что всё это взаимосвязано. Не наедайтесь на ночь, потому что ваш организм ночью будет… Вы сейчас скажете, Лиз, это просто капитан очевидности. Это же элементарно. Верно? Ваш организм будет ночью занят не переработкой информации и глубоким сном, а переработкой еды. Не надо есть на ночь. Всё просто. И не пользуйтесь гаджетами возле кровати. Это будет одно из тех самых заданий, которые прямо линейно влияют на качество нашей жизни. Да-да. На наш мелатонин, на наш гормон сна, который нам даст за ночь максимум энергии переосмысления прошлого дня и улучшения наших навыков интеллектуальных. И на него прямо линейно влияет использовать его гаджеты на ночь или нет. Попробуйте себе взять в привычку за час, а лучше за три, за три, до сна не брать в руки телефон. Хочется сказать, а вам слабо? Я всё это оставила на потом. Я всё ещё раз это детально расскажу. Это прям будет наше домашнее задание. Мы всё это сделаем. Итак, по поводу режима. Я вернусь к тому, что прям вот эти жёсткие рамки спать до 11, это, конечно, круто. И даже эти знания уже усталили. То есть, понятное дело, что сейчас мир меняется, мы должны подстраиваться под мир. Мир будет постоянно меняться. И очень многие засыпают после 12. И тут нужно понять, что мы можем сделать, если мы засыпаем всё-таки после 11, для того, чтобы наш сам всё равно был полноценный. Классно. Я вам перечислила эти факторы. Попробуйте, заскриньте, что-то, возможно, будет для вас полезным. Теперь двигаемся дальше. Что я тут для вас подготовила? Я для вас подготовила персонализированное питание, тренды медицины и футтехи. До наших ресторанов это ещё не дошло. До наших доставок еды это тоже ещё не дошло. Вот, например, завтра к нам подают гости. И когда мы с ней договаривались, с этой девушкой, по поводу встречи, у меня есть для неё очень интересное предложение, она мне написала, где встретимся. Я для себя подумала, так, в кафе я не хочу. Не потому, что я не хочу в кафе. Вот в саму кафе, в атмосферу, я бы хотела сходить, чтобы для меня приготовили еды, что-то вкусное, необычное поесть. Но я не хочу есть то, что там находится, потому что там всё. Но! Но! Понимаете, да? То есть, тренды, которые сейчас существуют в мире футтеха, до нас, до России, до Крыма, точно ещё не дошли. Ну, так вот, какие они? Первый, это мы минимизируем сахар. По поводу сахара, ещё раз напомню, есть целый телеграм-канал, где об этом всём веща и детально всё рассказано. Тем не менее, я вам тоже немножечко расскажу. Обратите внимание, что во всём футтехе, то есть, да, во всём производстве еды, сахар добавляют просто везде. Вот недавно моя любимая Роза, Роза Петровна, как она, по псевдониму, находится в Инстаграме, рассказала, что она пришла в крутейший ресторан, и ей там всё было невкусно. Почему? Потому что там было всё сладко. А она сейчас пошла со мной на кето, и это так круто. Она сама пришла к этому. Я ей говорила про кето уже давно. Говорила, 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 а тут она как-то сама включилась и пошла на кето, и она сейчас чувствует море эмоций, энергии, драйва и всего остального. Она просто убрала сахар. Она перешла на низкие углеводы. И вот она пришла, говорит, в ресторан, и я, говорит, не вырвала себе в чём-то отказом, взяла там, заказала какие-то блюда, и ей всё было невкусно. Она чувствует, что там везде, там даже косненогу добавляет этот сахар. Понимаете? Потом вы это начнёте замечать везде. И что в этой еде везде есть сахар, а этот сахар, мы уже с вами поняли, напрямолинейно влияет на вашу энергию, он её, к сожалению, понижает. Итак, 9 факторов про сахар. Они, поверьте, будут интересными. Первое. Я знаю, что большая часть из вас здесь женщины, девушки, здесь мужчины, понятно дело, ну и для мужчин тоже важно. Сахар ответственный за синтез белка. То есть он ответственный за синтез того самого правильного калагена. То есть старение кожи равно потреблению сахара. Если вы хотите, чтобы ваша кожа не старела, вам не надо употреблять сахар. Это однозначно так. Потому что когда мы употребляем сахар, у нас синтезируется не тот калаген и эластин. И это не только лицо, это и руки, это и тело, это и все наши слизистые, это и вся наша интересная и пикантная часть нашей жизни. Понимаете, да? Убрая сахар, всё стало лучше. Есть даже такое диагноз сахарное лицо. Когда лицо выглядит отвратительно, оно сухое, шелушится, высыпание элемента, мелкая морщина. Это всё, вот эти расширенные красные сосуды, это всё сахар. Дальше. Сахар, глюкоза, лактоза, фруктоза, это всё. Про сахар у меня здесь, чтобы вы понимаете, называю не только сахар, но и все вот эти перечисленные мной, сахарозы, глюкозы, все эти углеводы. Она мазит в репутку серотонина. Мы с вами это разобрали только что. Помните, я говорила, что условно для нас не очень хорошая микрофлора любит сладкое. И когда её много, она начинает расти, она вытесняет более правильную микрофлору, которую я вот здесь, помните, описывала, которая помогает всасываться нам правильным веществом и синтезирует. Знаете что? У нас кишечники, у нас возили животики, синтезируется гормон счастья серотонина. Да, классно. Для того, чтобы быть счастливым, наша микрофлора должна быть счастливая. Ей должно поступить правильно. Понимаете? Для того, чтобы радоваться, там, я не знаю, рождение ребёнка, там, переезду, там, ещё чему-то, ещё чему-то, ещё чему-то, там, появление чего-то в вашей жизни, материального, духовного, выздоровления, чему угодно. Нам нужен гормон счастья. Мы думаем, что мы можем его получать только благодаря каким-то действиям, происходящим в нашей жизни. А вот ещё не только. Он ещё должен, прошу прощения, выработаться у вас, вырабатываться он у нас в воде, в кишечнике, в нашей микрофлоры. А тушит его сахар. Как вам? Понимаете, что? Сахар равно отсутствие счастья. Грустно? Двигаемся дальше. Сахар – это ваша иммунная система. Вы понимаете, всё просто как мир. Всё элементарно. Сахар равно отсутствие иммунной системы. То есть, ты сам и маклор. И вообще все веточки. У них не будут нормальные ответы. На наше инфекционное заболевание, которое сейчас вообще, так как никогда. 2020 год вообще был посвящён ковиду. Понимаете, что был посвящён болезням. Мы убираем сахар, и мы не будем болеть. И я не болела ковидом. И, поверьте, и ко мне, чтобы прикрепиться к бактериям, ей нужно постараться. Нужно охладиться где-то от ситосиля. Но я сейчас про другое. То есть, отсутствие сахара в вашем рационе – это классная инвестиция в вашу иммунную систему. Это классная инвестиция. Окей, на себя вам всё равно. И такое тоже бывает. Подумайте о своих близких, о своих любимых, о своих детях. Если вам не всё равно, пожалуйста, завтра минимизируйте постепенно. Не надо на характер раз и убрать сахар. Постепенно минимизируйте сахар с рациона. Хотя бы у своих детей. И вы увидите удивительное качество. Они станут меньше болеть. Как это сделать? Много раз уже описал. Дальше. Сахар уменьшает концентрацию вашего мозга. То есть, мы становимся глупее. Потому что вот эти выбросы, да, инсулина, они тоже неблагоприятны для нашего мозга. Огромнейший миф, который существует, и его поддерживают старая вера, как я их называю, что мозг питается глюкозой. Отчасти это правильно. Но он, поверьте, прекрасно себя чувствует на жировом обмене. Он находится просто на высокой энергии. Вы как зайдёте на неё, и ровно на ней будете идти. В высоком энергетическом состоянии, как со стороны физики вашего тела, так и интеллектуально. И вообще, сахар – это наркотик. Реально он сродни к кокаину. Я сделала целую прям интереснейшую картинку. Это исследование, которое провели врачи-наркологи, где они сделали относительную сравнительную характеристику с сахаром и кокаином. Причём там, соответственно, этой таблице становится понятной. Я, кстати, покажу вам её потом. Не презентацию, а пришлю её в Инстаграме, выложу, что сахар хуже, чем кокаин, и хуже, чем героин. Представляете? Это реальное исследование, это реальные факты. Я сейчас говорю не что-то, что я придумала. Я говорю те знания, которые я в большом количестве времени собираю. У меня море этих статей. Кто мне не верит, как говорится, а фамилия неверующая могу присылать. Вы можете сами в этом всём убедиться. Я вам даю выборку. Такую выборку. Двигаемся дальше. Сахар – это энергичность. Ещё один факт. Сахар меньше воспаления. Потому что сахар является фактором воспаления. Когда мы убираем сахар, у нас уходит вся хроника. Классно, классно. И сахар прямоленинно влияет на сон. Кто о чём мы с вами говорили? И вы уже знаете, как важен сон. Сон, глубокий сон, быстрый сон. Всё важно. Двигаемся дальше. Как измениться от тяги к сладкому? Я сказала, вы можете пройти этот путь сами. Чисто в интернете море информации. Вы можете так пройти путь со мной. Я веду этот телеграм-канал просто. Для меня это, как знаете, время бывает собирать камни, а бывает время их разбрасывать. Вот ко мне сейчас пришло время разбрасывать камни. У меня очень много информации, мне хочется её делиться. Вот я и хочу делиться. И вот я создала этот телеграм-канал, связанный с питанием. Интервальное голодание. Скажите, рассказать или это сильно банальная тема? Я думаю, все же уже знают про интервальное голодание. Интервальное голодание. Я думаю, что о нём можно рассказать, что вы понимаете, да, все принципы интервального голодания. В чём суть? Почему это так важно для митохондрии? Почему каждый, как бы, в принципе, должен постепенно прийти к этому? И вы придёте к этому обязательно. Ну, так вот, интервальное голодание тоже всё снова к митохондрии, всё снова ко сну, всё снова к интеллектуальным способностям нашим, всё снова к энергии. Интервальное голодание – это когда у вас есть пищевое окно. У вас есть пищевое окно. Когда вы какой-то период времени едите, есть когда вы не едите. И оно там, через определённое количество времени. Например, 16-8. Вы 8 часов едите. Например, вы просыпаетесь, первый у вас приём пищи в 10 утра. Вы с 10 утра до 18 вечера вы будете есть. Ой, да, до 18 вечера. Вы едите. Едите, что хотите. Так они говорят нам, эти учёные. А вот с 18 вечера до 10 утра следующего дня вы не едите. Это ваше пустое пищевое окно. Что происходит за это пустое пищевое окно? За это время, за эти 16 часов, вы очищаетесь. То есть... Всё прощение. Всё прощение. У меня закладывают уши. Видно вас. Ну, такой. За эти 16 часов вы очищаетесь. Что происходит? Это как настройки. Вам на протяжении 6 часов на стройку привозят грузовиками строительный материал. Их привозят, привозят, привозят. Рабочие работают, 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 работают. А потом вам нужно вывести. Вывести отработанный мусор. Понимаете? Вам нужно там рабочим пойти поспать, передохнуть. Внимание. Передохнуть. Рабочим нужен сон. Согласитесь? Почему-то по поводу стройки. Мы же это понимаем. Что? Рабочий не может работать сутки. Ему нужно поработать, убрать за собой, а потом поспать. Вот это вот убрать за собой, а потом поспать, это те самые 16 часов в интервале голодания, когда наша клетка чуть-чуть отдыхает. Понимаете? И вывозит мусор. А у нас с вами получается немного по-другому. Мы огромное количество времени, если посмотреть на свое питание, авторонализируете, для интереса, сколько количество времени у вас пищевое окно, сколько количество времени вы едите. Мы утром проснулись, там в 6 утра, там всем выпили кофе, там же бутерброда, и мы побежали, там перекус, там перекус, там перекус, там перекус. Ложимся спать, мы за 11. И у нас пищевое окно вот таки она. Вы понимаете? На нашей стройке идет постоянная работа. Мы работаем на износ. Постоянно поставляем строматериалы, нашу еду. Мы что-то постоянно делаем, мы бегаем, двигаемся, то есть наши строители работают. Мы там строим, 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 там занимаемся работой, детьми, тем-тем-тем. Понимаете? И у нас получается, наши работники, наши строители, наша вся техника, она работает на износ. Не надо работать на износ. Скажите, пожалуйста, кто после 30, а, кстати, у меня много тут после 30 народа. Интересно. Чувствуют, что, блин, жизнь как-то поменялась, я стала не такая энергичная. Кстати, очень много сейчас это чувствуют и после 25, и даже раньше. Люди чувствуют усталость. Люди начали чувствовать усталость. С чего это связано? Мы работаем на износ, мы живём на износ, а можно жить иначе. И вот здесь нам тоже, как инструмент, поможет интервальное голодание. Мы увеличиваем наше, как бы, беспищевое окно, то есть когда мы не едим, давая возможность нашим клеткам, первое, вывести мусор, второе, отдохнуть. Мне кажется, я достаточно доступно объяснила, что такое интервальное голодание. Теперь я думаю, помнишь, как я говорила в самом начале, самое главное – это понять, зачем вы это делаете, и тогда для вас не нужно это писать как мантру какую-то, как напоминание себе постоянно. Вы раз и навсегда поймёте, вы поймёте. И всё. И вы это примете. Примете и поймёте, что это нужно интегрировать, вводить в вашу жизнь. Двигаемся дальше. Есть сейчас очень много постов, очень много статей написано по поводу куркумы. Куркума – это приправа. Я рекомендую её вам уже завтра купить. Она прикольная. Та самая, которую добавляют в курицу кари. То есть во все мясные и салатные блюда обязательно добавьте куркуму. Она потрясающе работает на весь вот этот вот каскад всех причин улучшения качества жизни. Я сейчас не буду залезать в биохимию куркумы, как она там на кого влияет. Будет интересно. Почитайте. Будет интересно спрашивать, я что-то скину. Но поверьте, просто поверьте мне, Наста, рекомендую завтра купить куркуму и везде её добавлять в салаты, в мясные блюда, в рыбные, везде. Везде. Буду ли я делать полный курс про энергию? Блин, ну у меня вообще на это нет времени. Извините, сейчас отвечу на этот вопрос, потому что я знаю, что меня очень много про него спрашивали. Буду ли я делать? Полный курс про энергию. Вы знаете, у меня есть очень любимая работа, медицина, да, это так. У меня есть целый марафон по интуитивному питанию, у меня есть семья. Я физически просто не успеваю вести это. Видите, да, у меня очень много информации. Я понимаю, что это всё можно положить на курс, из-за этого сделать невероятное, классное, продуктивное. И этим я помогу очень многим людям. Просто нет времени. Плюс здесь очень-очень-очень-очень-очень нужно как бы работать на результат, да, прям вести этого человека. Да. Я веду личный коуч. То есть у меня есть такое понятие в моей жизни как мастер-майнд. Причём я веду его не сама. Веду с очень глубинным, другим, мудрым человеком. Мы ведём эти мастер-майды. То есть мы берём человека, приводим его с точки А в точку Б. Но это дорого, это индивидуальный характер, никаких групп, ничего. Поэтому я понимаю, что мне хочется этим делиться больше. Кстати, одна из мотива ваших провести сегодняшний интенсив – это было это. Я вижу результаты, те, которые мы получаем на мастер-майдах, на наших интенсивах. Это просто меняются люди. Вот эти самые две недели, потом три месяца. Я это вижу, эти результаты. Я понимаю, что мне хочется что-то дать больше, дать всем. Но поэтому я вот создала этот интенсив. Я не знаю, получится ли его записать, я искренне не знаю. Сегодня мой технический ассистент, потому что у меня уже есть целая команда, она, конечно, направлена на помощь мне по интуитивному питанию, который я веду. Но они согласились помочь мне в сегодняшнем вебинаре, потому что это что-то полезное для всех, для всего мира, глобально, конечно, хочется. Вот. Но я не знаю. И вы представляете, у Насти сегодня, она на свадьбе. Она просто не могла быть сегодня со мной. Я не знаю, запишется этот вебинар, не запишется. Поэтому спасибо, что вы со мной. Какие-то вот знания есть, да, вы будете их тоже транслировать, будете рассказывать. Я буду благодарна вам за это. Я даже попрошу об этом, чтобы вы понимали. Ну, так вот. Поэтому курсу, наверное, пока я скажу нет. Про энергию точно нет. Вести кого-то, да, индивидуально возможно, да, но это не точно. И если это так будет, я просто физически не успеваю. Я веду клиники, СМИ, да, все, как у всех. Кого-то там беру, да, ну, немного. Так, двигаемся дальше. Все, я что-то ушла в ту сторону. Прошу прощения, извините. Так, про куркуму. Я купила куркуму. Только не знаю, куда добавлять. Запашок не очень к нее. По поводу куркумы. Для того, чтобы куркума получилась интереснее, ее просто нужно смешать с другими специями. Я поняла. Я прям подготовлю для вас рецепт, куда добавить куркуму, чтобы она добавила пикантности, вкуса, а не отстойка какого-то. Да, все сделала. Хорошо. Это, кстати, прикольная будет идея для нашего YouTube-канала. Точно. Прямо сделаю, куда добавить куркуму. Кто не знает, у меня тут, для того, чтобы мой мозг развелся, чтобы нам интересно, мы сделали целый YouTube-канал, где мы делаем сам рецепт, просто как бы мы постоянно снимаем, она нравится творчество, мы решили снимать наши рецепты, выкладываем их на YouTube. Обязательно сделаю на YouTube еще все связанные с куркумой. Обязательно, да. Так, ссылку на YouTube тоже прикреплю. Так, куркума есть в шелухе лука. Я варю бульон из целой луковицы, потом убираю. О, вы крутая, это здорово. В чай добавляю. Начинаю делиться, кто куда куркуму добавляет. Видите, от вас столько полезности. Здорово. Спасибо большое, потому что, на самом деле, вот эта обратная связь, это так классно. Когда классно, когда не только я читаю вещах, вот вы делитесь, видите, кто-то в чай добавляет, кто-то луковый какой-то бульон там варит. Здорово. Двигаемся дальше. Так, интервальное голодание мы разобрали. Так. Как пить кофе с умом? Следующие два пункта мы уже разобрали. Видите, я в потоке уже все вам рассказала. Итак, как пить кофе с умом? Расскажу буквально пару элементарных фактов про кофе. Я еще фанат кофе. Пью кофе один раз в день, но не всегда. Пью кофе в турочке, завариваю. Но это все лирика, но это все не про то. Смотрите, я скажу вам первый факт. Метаболизм кофе, который происходит в течение 14 часов. Что такое метаболизм кофе? То есть его проработка нашим организмом от точки А, точки Б, от момента, когда мы его выпили, до момента, когда мы его вывели. Понимаете? От этого момента до этого момента идет его еще работа в организме. То есть вот этот эффект, который мы получаем, доказано, прописано, исследовано, час-два часа, он у нас есть. Час-два часа после кофе, да, мы чувствуем себя энергичным, кофеин влияет на нас как стимулятор. К вопросу еще вернусь. То есть, но 14 часов он выводится из организма. То есть я рекомендую пить кофе до 10 утра, чтобы он к ночи у вас уже вывелся. И мы с вами качественно синтезировали гормон сна. А вы уже помните по прошлому моему спичу из этого вебинара, насколько это важно. То есть кофе рекомендуем пить до 10. Это раз. После 10 – это ваш выбор, пить кофе или не пить. Но вы должны понимать, что вы выпьете его позже, и оно выведется из вас позже. Это приведет к чему? Что у вас не так выработается гормон сна. Это приведет к чему? Что у вас будет не так глубокая и быстрая фаза сна. Это приведет к чему? К вашей энергии, ментальным накопом, к физической активности, к митохондриям. И вот тэн-тэн-тэн-тэн. Вот она причина следственной связи. Понятно, да? Кофе до 10. Хочешь, не хочешь, а придется. Нет, вы, конечно, можете сделать выбор и выпить позже, но вы должны знать, что следующие сутки у вас будут не те. Это факт. Иногда вы вынуждены выпить кофе перед каким-нибудь там важным событием или еще чем-то. Это понятно. Но, пожалуйста, пейте кофе с умом. Вы должны понимать, что если вы планируете выпить кофе после 10 утра, потому что вам нужен дополнительный стимулятор, ведь жизнь накладывает обстоятельства наши, да, как бы там выбор чего-то. Так вот, тогда вы должны понять. Выпивайте кофе, пожалуйста, прямо перед этим важным событием. Не так, что сейчас выпью кофе и поеду, например, на работу, потому что мне на работе нужно быть бодрым. Сделайте немного иначе. Встаньте. Например, вы там не выспались. Встаньте. Попейте воды. Если вам хочется, позавтракайте. И вы понимаете, что вас ждет сложный рабочий день. Прям перед рабочим днем выпейте. Понимаете? Прям перед рабочим днем. А так, получается, вот этот эффект, вот тот самый эффект, который мы хотим от кофе, мы потратим на дорогу в пробках там или еще где-то. Понятно, да? Двигаемся дальше. Сахар. Так, про сахар я уже вам все рассказала. Что полезно для мозга? Как влияет кишечник на работу мозга? Мы с вами тоже рассказала, я вам уже, что кишечник очень важен. У нас там с вами вырабатываются сети микроэлементов, всасываются полезные микроэлементы. Повторяться еще раз не буду. Я думаю, не нужно. Но лучше оставлю побольше времени на ответы на ваши вопросы. О медитации с научной точки зрения. Вот это очень интересно. Тоже, правда, было много исследователей. Я сама их читала. Именно, знаете, не таких, что мы там решили и мы взяли. Что такое вообще в моем понимании исследование? Исследование. Это независимые какие-то врачи, которые просто хотят докопаться до истины, до сущности. Что там такое, что было в самом начале. Они берут какую-то выборку детей, берут какую-то методику и начинают ее исследовать. И чтобы вы понимали, в мировых проектах исследований все четко написано. Должно быть мнение с каких-то людей, на которых провели эти исследования. Менение с каких-то там разных врачей. Потому что каждый врач подметит свое. Да? Это мы сейчас про медицинские исследования. Потом это все сопоставляется и делается анализ объективный. Не субъективный. Не мнение одного врача. Это важно. А мнение, которое было сложено. И анализ. Вот это вот это вот информация. Вот такое. Я хочу сказать, что по поводу медитации были вот такие клинические, по ныне анализированных исследованиям. И было доказано, что медитация влияет на экспрессию генов. Что это значит? То есть медитация влияет на то, как ваш работает мозг. Медитация влияет на то, что ваши гены могут подчиниться. Вы представляете? Мы в медитации можем изменить 20%. Я когда это узнала, серьезно, это просто невероятно. Вы понимаете? В моем генофонде, в моем, вот у меня, есть определенные генополомки. И с помощью медитации я могу это исправить. Это доказано. Я это не придумала. Это доказано. Это невероятно. Например, вы после сегодняшнего интенсива поймете, так, в моем роду были какие-то, какие-то заболевания. Или вы пройдете генетические тесты. И вы понимаете, что вы думаете, что это константа? Нет. Есть способ это изменить. И этот способ – это медитация. Удивительно. Медитация меняет экспрессию генов. Это же просто фантастика. Да невероятно. Это очень круто. Конечно, там существует сейчас мой методик медитации. Кто воспринимает медитацию, что это вы идете по лесу, там, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, нет, нет. Ну, возможно, это тоже правильно, это тоже неплохо. Но медитация, на самом деле, это совсем другое. Этому можно посвятить целый курс. Этому можно посвятить, я не знаю, целый год обучения. А можно рассказать, конечно, за несколько часов, если вы быстро схватываете информацию, вы это поймете. Но медитация – это нечто. Я всем рекомендую медитировать. Всем рекомендую эту практику. Сами мы ее постоянно и сами делаем. Это невероятно. Двигаемся дальше. То есть, понятно, да? Медитация – это не тренд. Медитация – это не что-то то самое новое, что у нас с вами там… Знаете, сейчас все медитируют, сейчас куда-нибудь плюнем, здесь все медитируют, на бали вообще все медитируют. Сейчас там и там, и там все медитируют, медитируют. Нет. Медитация – это больше. Это невероятный способ изменить экспрессию генов, поменять вот вообще вот ту самую информацию, которая заложена в нашей каждой клетке. Круто? Круто. Надо применять? Надо. Как? Ох, это целый день. Сможем? Да. Просто? Да. Двигаемся дальше. Самая простая техника медитации на каждый день – в существенном энергетическом состоянии. К сожалению, у нас с вами однодневный интенсив. Я планировала, реально я планировала, у меня прямо на листочках прописано, я планировала, да, технику медитации. Сейчас просто уже голос не позволит. Как видите, у меня уже голос подсаживается, но ничего, я справлюсь. Прошу прощения. Прошу прощения, открашиваюсь. У меня в 9 часов, чтобы вы понимали, пациент. И скажите, пожалуйста, мне продолжать или на этом заканчиваем? Кстати, мне, да, мне реально уже 9 часов. Мне надо еще поехать в пациент. Это так получилось, срочно нужно. Я могу тут говорить и говорить, но работа не спит. Я не ожидала, что я так буду. Я думала, что 40 минут мне хватит. Скажите, пожалуйста, просто давайте... Что у меня тут? Конечно, продолжать. А кто же еще? Хочу еще. Ольга там пишет, хочу еще. Слушайте, ну серьезно. Реально, у меня в 9 часов пациент, мне мой администратор намажет анестезию, а в 9.30 кровь из носа должна быть на приеме. Прошу прощения. Блин, ну мне надо. Слушайте, я только увидела уже столько времени. Прошу, что я закашлялась. Так, давайте... Спасибо большое за ваше время. Еще все пишут, еще. Прошу прощения. Ну надо, да. Короче, мы заканчиваем. Так что умное там было. Про спорт я еще хотела вам вещать. Вот, заскриньте себе, пожалуйста, 5 приложений для занятия спортом. Это важно. Итак, что мы должны сделать? Слушайте, надо, наверное, продолжать, но сегодня я уже точно не могу. У меня тут море еще информации, которые хотела поделиться. Давайте я быстро так заскриню, пожалуйста, 5 приложений для спорта, вы потом поймете, зачем нам. Итак, у меня осталось 3 минуты. Надо ехать на работу. Вот так вот оно бывает. Так, что делать, чтобы завтра ваша жизнь изменилась? Первое. Не трогать смартфон перед сном. Записали. Лучше задержаться, конечно. Дальше. Обращаемся со сладким. Или с вами. Или переходим в телеграм-канал. Я еще постараюсь прикрепить ссылку. Мы с вами что делаем? Избавляемся от сладкого. Дальше. Обязательно сдаем чекап. Я, видите, ничего не успеваю. Я завтра вам всем пришлю номера телефонов. У меня, слава богу, они есть. Не буду вам присылать. Переходите, покупайте мой курс. Обещаю, не буду. Просто времени даже на этом нету. Туда и курса нету по этой энергии. Есть просто личная работа. Ладно, не об этом. Завтра, короче, всем, так как ничего, сегодня уже не успеваю. Спасибо, что оставили ваши данные. Просто пришлю вам чекап. И у меня есть для вас подарок, который я вам говорила. У меня есть подружка. У меня есть очень классная клиника. И я ей рассказала про свою идею, про священие. Что нужно людям доносить это. И она мне поддержала. Катя, дают себе море поцелуев. Короче, Катя нам дает 5% на скидку на анализ. Это классная скидка. Я прям подготовила для вас, какие анализы. Нам нужно знать, там два протокола. Более короткий, более расширенный. Все, пришлю. Дальше. Кстати, если хотите, эти 10 заданий продубрирую еще вам туда. Если там кто-то не очень запомнит. Он сейчас быстрый спич, который у меня начинается. Видите? Предлагаю завтрашнего дня сделать челлендж. Через день пьем кофе. Один день пьем, один день не пьем. Причем выкладывать кружку кофе порядочно до 10 утра, чтобы оно успело метаболизироваться. Я начну этот челлендж. Пожалуйста, поддержите меня, пожалуйста. Мы сможем с вами улучшить нашу жизнь. Вы знаете, вот эта групповая энергия, это же просто невероятно. Давайте с завтрашнего дня через день пьем кофе или пьем кофе до 10. Выкладываем историю, отмечаем челлендж от Теклиза и придумываю на ходу, прошу прощения, вот эти, вы знаете, там часики до 10 утра. До 10 утра. Я за энергию. Двигаемся дальше. Так, прощаюсь сладко, это понятно. Телеграмм пишу, это понятно. Слушайте, у меня еще, конечно, море. То есть я уже прям расстраиваюсь, что ничего не надо дать. Ладно, все, напишу. Еще хочу вас кое о чем попросить. У меня осталось много вопросов, я их всех сфотографирую. И еще буду нести ответ, может быть, там, я не знаю, в Инстаграме, в Телеграме. Я буду на все это все точно. Я на все это буду отвечать в Телеграме. Я придумала. Я на все это буду отвечать в Телеграме. Я прям возьму каждый ваш вопрос. И прямо у меня будет Дима, где-то знака вашему вопросу. Эта идея. Не буду захламять свой инстаграм, он другой. И еще. Я хочу у вас кое о чем попросить. Если я для сегодня у вас была полезна, если вам понравилось то, что я сделала, пожалуйста, напишите мне какую-то активность в Инстаграме. Я не знаю, поставьте мне лайк. Подпишитесь на меня. Я не знаю, там, напишите мне какой-то комментарий. Мне будет очень приятно. Для меня это тоже важно. Вы знаете, это так важно, когда вы мне отвечаете. Я от этого заряжаюсь. Я хочу еще больше в это все погружаться. Я еще больше буду погружаться. Все. На этом все. Я поехала на прием, на работу к самому пациенту. Благодарю. Я надеюсь, что все это было для вас то, что нужно. Всего хорошо. Так. Как закончить? Как закончить? Завершить. Сейчас я еще на Ютюбе это сделаю. Завершить. Завершить. Продолжение следует...